Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена, наша занимательная астрология и вновь кратенько, ну со вкусом, пройдемся по знакам зодиака и поставим их в достаточно интересную ситуацию первого свидания. Как они к нему относятся, как они к нему готовятся, какие чувства испытывают и как сделать так, чтобы первое свидание не было смаранным, а соответствовало тому ожиданию, который закладывает в него знак зодиака. Это просто надо знать, чего от вас ждут, для того, чтобы первое свидание было совершенно безупречным. Ну прежде чем я перейду к основной теме нашей беседы, как всегда торжественное приветствие из города Харькова, в котором я коротаю свое время, испытываю сложности военного времени, но благодаря вашему усердию, вашей помощи и вашей защите чувствую себя человеком все-таки, даже в столь бесчеловечной ситуации. Поэтому спасибо, что вы у меня есть, что вы находитесь рядом, что вы не даете мне полностью погрязнуть в печали, ужасе, в ожидании смерти, которая неизбежно возникает, когда грохочет над головой, и ощущение беспомощности явно превалирует над всеми другими ощущениями. Вам же, мои безымянные герои, мои помощники и защитники, желаю мирного неба над головой, счастья, удачи и всего того, чего вы заслуживаете, за ваше доброе сердце. Пусть так и будет. От меня вам встреч на гадание мое. Я хотела бы, чтобы этот оракул стал для вас доступен. Там главное зайти, остальное предельно ясно. Там же находится в ссылках под видео Соник, который, вероятнее, все у вас увлечет для общего развития. Ну и помните, что на канале более 2000 видео. Гороскопы на 2024 год. Загляните, текущая папка. Все, что касается этого года, там лежит. Там же находятся планы гороскопа для вашего знака на год вперед, текущий. Там же находятся прогнозы для вашего года рождения. Это видео создавались для того, чтобы у вас было примерно по месяцам понимание, что вас ждет, какие события можно себе позволить, какие нет. В общем, штудируйте, интересуйтесь. Я думаю, что это будет полезно. Совместимость любви, кулинария, сад, огород, цветоводство, занимательная астрология. На любой вкус, на любое, собственно говоря, было бы только время и желание меня слушать. А уж я с удовольствием буду вас развлекать и лицоопытом общаться, веселить вас. В общем, создавать эффект вашего приятного досуга. Ну а теперь непосредственно к теме нашей беседы. Итак, мы готовим знаки к первому свиданию. И первый, конечно, готовится Овин. Овин – знак яркий, сочный. Его стихия – огонь. Само собой разумеется, что огонь пылать полсилы не умеет. И если уж на то пошло, возгорается он достаточно быстро и ярко. Достаточно только спички и бумажки встретиться на горизонте, и пламя обеспечено. Вот так же точно и у знака Овин. Иначе не быть ему огнем. Первое свидание для него – это таинство, действие, в котором он рисует картины определенные. И если вы собираетесь к комнату на первое свидание, вы должны понимать, что выглядит инетно, вяло, невнятно, похоже так на, знаете, навязкую субстанцию, которая сама в себе сидит там, о чем-то думает, не разговаривает, не пылает, встречное и прочее. Это испортит первое свидание в дребезге, потому что Овин к нему готовится. Он мечтает, он видит в этом свидании страсть. Он вообще считает, что вы должны также пылать ярко и встречно, как он вас готов обогреть своей любовной историей, своими флюидами, своими переживаниями в этом смысле. Он импульсивен, он яростен. И, конечно, если там ни рыба, ни мясо, ни цутия, ни пати, то, конечно, подобный оппонент на первом свидании испортит его полностью и страсти ответной не испытает. А это очень жаль. Поэтому, если вы чемоданчик сам в себе, если вы неразговорчивы, больше думаете так, как бы страсть выражать, стесняетесь или не считаете нужным, вероятно, как он вообще на первое свидание отправляться вам не стоит. Вы или должны гореть, так же, как он, либо не городить огородом. Так что, сомнам вкраденько в рамках занимательной астрологии мы разобрались. Как видите, аморфную массу он никогда не полюбит, поскольку она у него не вызывает ответной реакции. Он горит, но погрязает в чем-то таком, что гасит все его порывы, заставляет его скучать, разочаровываться. Ну, а результат этого свидания, скромно умолчим, он нулевой, если не сказать, со знаком минус. Телец. Телец на первом свидании никуда не торопится. Вот этот парень или девушка, собственно говоря, предпочитает расслабить своего оппонента, заговорить его, создать ему уют, комфорт, хорошо накормить, сделать все обстоятельно, не спеша, медленно. А вы, например, горячий до невозможности, а вам нужна страсть, порывы. Вы желаете сразу прямо погрязнуть во всех игрищах любовных, и вам вот эти вот приседания, длительные прелюдии, эдакие растянутые отношения нафиг не нужны. Да, вы выбрали не того партнера. Потому что телец никуда не торопится, и в любовных отношениях тоже ему торопиться некуда. Он хочет наращивать вкусовые ощущения от первого свидания, поглоточку испевая каждый момент этого свидания, наслаждаясь им, смакуя, доводя себя до чувства невозможности уже терпеть, чтобы страсть наконец-то была выпущена из-под контроля нашего телеца. А телец достаточно сексуальный знак. И в постельных утехах знает толк, и может там показать невероятные чудеса. Но путь его к этим постельным отношениям достаточно длинный. А если вы желаете, пришел, увидел, победил, прямо вот кругом, чтобы так вам партнер отвечал, а ваш партнер телец, могу вам сказать, что вы слишком многого от него хотите. Телец вам марафонов не обещал, и устраивать их не будет. Он готов насладить вас уютной обстановкой, вкусным ужином, расслабленной беседой, томными взглядами, полунамеками, которые обещают, но еще вроде бы наступать и приближаться к ним не ко времени. И только когда уже все подогрето, съедено, и наслаждение уютом и радостью произошло, тогда можно переходить и к следующим мероприятиям. Но путь достаточно длинный. Поэтому, если вы, так сказать, марафонец быстрого забега, то, к сожалению, свидание с сельцом вам не понравится. Потому что все слишком медленно, консервативно, потрачено время на еду, на питье, а надо было на страсть, а вы ждали, а оно не получилось, слишком все размазано, вы вообще уже заскучали и почти уснули, а телец только набирает обороты. Ну так что, дорогие мои друзья, надо же понимать, на что делает ставку этот знак. Телец считает, что уют на первом свидании, вкусная еда и приятная расслабляющая обстановка, с приятной музыкой, никуда не торопимся, но обязательно никуда не опознаем. Вот его девиз первого свидания. Так что, если у вас горит гораздо сочнее, ярче и быстрее, то телец явно просто не ваш партнер. Близнец. Близнец стихия воздуха. И как воздух достаточно скоро на расправу, можно сказать, вполне мог бы, не отходя от кассы, изобразить вам страсть огромную, так сказать, и как смерч, закрутить вас в любовных переживаниях, и все было бы здорово. Но не тут-то было. Близнец считает, что страсть соразмерна вашему уму и сообразительности, а также умение поговорить и себя правильно подать. По мере того, как он с вами разговаривает, он возбуждается от того, что вы умны и сообразительны, что у вас хорошее чувство юмора, что вы правильно реагируете на шутки, и также искрометно и тонко шутите в ответ. Ему важно, что вы интеллектуально ему равны, а может быть даже где-то его превышаете. И чем больше идет эта животрепещущая, шутливая беседа, тем больше близнец убеждается, вы ли тот партнер или нет. Без прелюдии, а поговорить, его свидание выглядит достаточно мрачным. Он должен ощутить силу вашего ума, и именно ваш интеллект, ваше умение разговаривать, ваше умение поддерживать правильную беседу и делает свидание потом достаточно страстным во всех отношениях. Это золотой ключик к дверям страсти, которые присутствуют у этого знака. Он должен только понимать, что перед ним достойный человек, который и умом сообразителен, и язык у него подвешен, и юмор у него присутствует. И вообще это тонкая многогранная натура, которую нельзя не любить. Вот исход, который, собственно говоря, на первом свидании сделает близнец. Или разочаруется, если вы молчите, что-то там бубните себя под нос, вяло ковыряетесь в тарелке вилкой, что-то там выискивая. Я вообще считаю, что какие могут быть разговоры, что на диспуте вы там, пришли поболтать или что. Но без прелюдии поговорить у близнеца страсть не складывается. Чем больше он с вами разговаривает, чем больше он смотрит вам в глаза во время этого разговора, тем больше он возжигается. Такова система его возбуждения, приведения мыслей в порядок. Если хотите, чтобы свидание было весьма и весьма о себе ничего, то без этой прелюдии с близнецом толку никакого не будет. Если вы молчаливы, если вы стесняетесь разговаривать, если вы стесняетесь показывать свою образованность и не умеете поддерживать светский разговор, боюсь, что ваше свидание будет скомкано, и там же, где начнется, там и закончится. Поскольку даже прекрасная внешность, обыкновенно выразительные глаза и прочие ваши, так сказать, восхитительные качества ничего не стоит, если вы не умеете говорить, общаться, весело смеяться добрым шуткам близнеца или недобрым и сами, в свою очередь, юморить и веселить близнеца. Если эта часть марлезонского балета сложилась, страсть будет обеспечена. Если не сложилось, как говорится, ничего личного, горшки побиты и до свидания. Второго свидания у вас точно не будет. Рак. Рак к первому свиданию готовится очень ответственно, невероятно переживает, эмоционально себя перегружает. Он просто действительно разрабатывает целую систему, как будет проходить это свидание. У него все посчитано, он очень продумывает каждый шаг, ему нужно, чтобы было заботливо, комфортно, уютно, чтобы как бы зашли и ощутили эту ауру комфорта, были расслаблены, подготовлены, приятная беседа, вкусная еда. И каждую деталь, которую он прорабатывает и которая готовится, для него это целая ритуальная система. Ну вот он готовился, он никуда не торопился, он продумал каждый момент. У него и вазочка с цветком на столе на первом свидании, и вкусная еда, и уют, комфорт, и забота. Разрешите за вами поухаживать, то есть все. Не желаете ли вина, а не желаете ли того и сего. Вот именно в этой манере заботиться, окружать вниманием, создавать эффект расслабленного. Вы у себя на территории, вы у себя чувствуете себя как дома. Вот в этом всем и есть, так сказать, выражение радости от первого свидания в исполнении знака рака. Он не будет бросаться на вас, так сказать, сначала вот это, а потом все остальное, потом мы поедим и попьем, а может и не поедим и не попьем, но нас уже это не касается, захватила страсть. У рака все это в обратном направлении, через уют, комфорт, приятную обстановку. Он расслабляет, он своему партнеру создает эффект. «Будь со мной, получай от меня удовольствие, ведь я такой хороший, я домашний, и мир вокруг нас, он так уютен, так замечательен. Сядь, расслабься, отдохни, сядь на пенек, съешь пирожок». Ну вот прямо как в сказке. Такова манера окучивать партнера, готовить партнера к страсти у нашего знака рака. Первому свиданию он готовится именно в этом сценарии, а не в каком другом. Теперь представьте вас в ситуации, что вам предлагают такую модель на первом свидании. Вы к ней готовы или не готовы? Или вы готовы побыстрее, так сказать, это все, а потом давайте что-то будем делать, а если не делаем, то что-то будем с вами делать? Я вам точно могу сказать, дорогие мои друзья, надо просто понимать ключевые базовые параметры, которые каждый знак закладывает, отправляясь на это первое свидание или готовились к нему. Вы видите, мы уже прошли несколькие знаки, и каждый из них совершенно индивидуально готовится к одному и тому же процессу. Ведь изначально поставили задачу, мы готовимся к первому свиданию, но все ведь готовятся по-разному, и скорость перехода ко второй части марлезонского балета, и методы, которыми готовятся к первому свиданию, у каждого знака индивидуальны. Поэтому с одной гребенкой на свидание не ходят, и со своим уставом в чужой огород тоже не приходят. По той простой причине, что это может пойти вразрез тому, как человек видит это, а вы думали, что будет по-другому, что будет стереть это, а я думал, а я не знал, а я как бы даже не догадывался. Мы сейчас и заглядываем в эту сакральную, тонкую часть нашей трепещущей души для того, чтобы дать вам возможность осознать. Вы познакомились с человеком определенного знака зодиака, вам грезится мечтать с первого свидания. Каким оно будет? Мы просто делаем модель, а дальше представляете, оно вам надо? А вы готовы? У вас есть отдача на такую подачу самого себя? Вот на уют и комфорт рака, чем вы ответите? Вообще вы хотели бы, чтобы было без всяких вот этих вот мишуры. Пришел, сделал свое дело, страсть огонь, тогда ковну, дорогие мои друзья. Вы хотите отдохнуть, хорошо покушать. Милости прошу к телецу. Хотите расслабиться, почувствовать себя уютно, спокойно, просто пообщаться с человеком, насладиться прежде всего его теплотой, душевностью, в милости прошу на свидание к знаку рак. И так вот мы и выходим из ситуации. А ко всем ходить в гости и ждать одного и того же, как видите, дело весьма утопичное. Лев. Лев на первом свидании любит себя не меньше, чем вас, потому что в вас он только влюблен, а себя-то любимого он знает давно, с собой восхищен, готов же ждать свой адрес. Только слова великолепные, чудесные, божественные, непревзойденные и ни на кого совершенно не похожие, это он, конечно, так думает о себе. Ну и, собственно говоря, обстановка, в которой он собирается провести первое свидание, тоже должна быть роскошной. Это может быть что угодно, ресторанчик, кафе хорошего порядка, не какая-то там забегаловка с тремя пельменями. Вопрос же в том, что он хочет блистать. И тут получается, что на первом свидании не столько вами он готов заниматься, не без того, конечно. Но вы в некотором смысле, скажем честно, являетесь некоторым фоном великолепной фигуре нашего льва. И если вам хватает ума и сообразительности вернуть несколько хотя бы мимолетных комплиментов в адрес своего партнера, так сказать, вязать, ты знаешь, я вот подумала, мне ни с кем в жизни не было так хорошо и спокойно, как с тобой. Все. Все. Вы сделали невероятное. Вы его возбудили, вы заставили его мечтать, вы вообще его сделали самым-самым-самым. А это и есть, собственно говоря, те маленькие нюансы, которые первое свидание делают незабываемым. На подобные вещи отдача в ваш адрес будет весьма высока. Страсть будет прилагаться автоматически. И чем умнее вы ставите акценты в виде похвалы, так ненавязчиво ввязанной плитю на беседу, тем лучше для вас. Ведь все равно, как ни крути, вы имеете дело со стихией огня. Огонь этот, в отличие от огня Овна, уже более управляемый, но огонь огнем остается. Поэтому страсть здесь будет прилагаться автоматически. Она просто будет здесь готовиться. И Лев, не делая никаких, в общем-то, намеков, даже в ваш адрес, чтобы вы его нахваливали, мучительно будет ждать этот процесс. И когда все сложится замечательно и чудесно, страсть вам будет обеспечена. Вы скажете, «О, еще я тут буду нахваливать непонятно что, еще товар, так сказать, в руках не подержала, уже аплодисменты должны звучать». Ну, дорогие мои друзья, мы же говорим о том, что первое свидание было не тяп-ляп, куда попало, а, собственно, же говоря, так сказать, с возбуждающим эффектом. Так надо умно подходить к этим вопросам. И так, понятное дело, что Лев и на первом свидании желает блистать, прежде всего, а потом уже все остальное. И еще помните, что Лев любит жить, любит жить красиво, вкусно. И даже если вам пригласили в ресторан, были заказаны блюда и прочее, так вернуть пару слов о том, что, ты знаешь, вкус хорошей кухни имеешь, вкус блюда выбрано замечательно, спасибо тебе, вечер был необыкновенно прекрасен во всех отношениях. Лев любит ушами, он слушает комплименты, он их впитывает, и чем больше их прозвучит, ненавязчивых, ну так умно в полетенных ситуациях, тем больше вы проложите дорогу к страсти, которую он выпустит. Он поймет, что вы тот человек, которого он искал, вы цените его, вы как бы понимаете, что он старался, что он готовился к этому процессу. Вы позволите ему расслабиться, а когда Лев расслабляется, страсть выходит под его контролем. И как раз выходит то свидание, о котором вы мечтаете. Если вы молча говорите в тарелке, сидите как бука, отстраненно, нет, подожди, культура поведения не позволяет болтать за столом, когда я ем, я глухонем, беседы нет, комплиментов нет, все как-то отстраненно. Это выглядит как ушат холодной воды на страстные всплески огня в душе льва. Ну и как бы, говорится, все зашипело, завоняло и погасло. Вот вам и первое свидание со знаком льва, если делать не так, как считается нужно. Поэтому мы услышаем, мотаем на ус, представляем себе эту картину. Она не наша. Не наша, значит, ко льву в гости не ходим, на свидание с ним не записываемся. Значит, это просто не ваш человек, поищите себе кого-то более спокойного, размеренного и комфортного. Дева. Ну, дева, которая готовится к первому свиданию, это процесс совсем не на тему любви. Если уже свидание готовится действительно и вывернуться и избавиться от него нет никакой возможности, дева все сделает с точки зрения логического подхода. Будут продуманы все возможные детали, все нюансы. Вот. Все будет исключительно деликатно, осторожно, без нахрапа, некуда торопиться и так далее. Тем более, помните, что дева испытывает двойную нагрузку. Мало того, что он готовится к этому свиданию, прорабатывая сценарии, учитывая все возможные моменты. С другой стороны, сфера любовных переживаний, любовных приключений, это не та сфера, в которой дева чувствует себя совершенно комфортно. Эти ситуации, амуров и прочих купидончиков, выводят деву полностью из равновесия. Она в эмоциональном смысле плавает, там сказать, едва-едва, чтобы не пойти ко дну, а тут еще первое свидание, и как оно пойдет, и, боже мой, а все ли получится, и так далее. Дева себя накручивает до такой степени, что к свиданию, как говорится, подходит в состояние уже чуть тепленький, как говорится, навертел себе такого, что уже и свидание ни к чему совершенно, потому что уже устал, намучился, бог знает, о чем подумал, и теперь уже, как говорится, интереса к этому свиданию практически не остается. Та дева, которая матерая, и которой уже пришлось несколько раз переживать, и не один десяток раз всевозможные свидания, который уже понимает этот механизм, и прочее, более расслаблено. Но те, кто бедный, готовятся к своему первому свиданию в жизни, для них это испытание равносильное, так сказать, я уже не знаю, чему, полному разрушению гнездышка и выносом пациента в зону полного дискомфорта, потому что деве это все мучительно тяжело. Поэтому, придя на свидание к деве, видя, как он старается, этот знак, и вас окучивает, надо проявить к этому уважение, терпение и понимать, что если все продумано до мелочей, вас действительно любят, вас ждали. Человек выложился по полной программе. Ведь мы еще заглянули его в душ, представьте себе, какие муки он пережил, подготавливаясь к этому процессу. И если все сделано безупречно и идеально, значит вас действительно высоко ценят. Для вас постарались, продумали каждый нюанс, каждую мелочь. Это будет выглядеть несколько безэмоционально и, можно сказать, механично. Но так живет дева. У нее все должно быть познано логикой. Но кто логикой пытается познать любовь, тот явно потерпит крах и неудачу. Это не та сфера, которую можно прощупать вот так вот пальцем и сказать, я тебя понимаю. Вот я тут пожал, вот тут я потрогал. Все, процесс любви мне понятен до невозможности. Это эмоция. Там, где затесываются эмоции, где теряет контроль. А значит чувствует себя не очень уверенно. Единственный вам совет. Если вы видите, что все продумано от цвета салфеточки до вилочки, которая лежит в ложечке, до вина, закусок. Тут пошел подготовлено, туда глянул, подготовлено. Все, так сказать, по сценарию разложено. Расслабьтесь. Вас любят, ценят, вас ждали. Это первое свидание. И чем больше деталей и мелочей учел дева перед тем, как это свидание случилось, у вас больше должно быть уверенности в том, что вы возбудили его сердце, заставили его к этому процессу подготовиться. И он очень мечтал, чтобы первая или она, допустим, дева, этот знак очень мечтал, чтобы вы почувствовали себя уверенно, комфортно. Эта уверенность и комфорт были обоюдными. Он и сам себя в некотором смысле к этому процессу готовит, много переживает и думает. Но вот если мелочи все учтены, значит, вы действительно король или королева сердца девы. Так что мы заглянули к деве, и дай Бог ему, как говорится, этому знаку здоровья и успешности, и, наконец-то, расслабления. Ведь без расслабленности души познать все переливы и соловьиные песни, которые звучат в момент любви, очень сложно. А дева настолько привыкла все контролировать, что сама себе многого не позволяет, а в вопросах любви так особенно. Жаль, но что поделать? Деве надо расслабляться, уметь ей помочь, расслабиться, дать ей надежду на то, что сфера любви прекрасна во всех отношениях. Ну, а нам пора к весам, полных шарма и гармонии, с которыми они, собственно говоря, отправляются на первое свидание, все свое ношу с собой. Красоту, обаяние, привлекательность, соблазнительность. У женщин невероятная сексуальность, у мужчин необыкновенная притягательность. Знак весов с голыми руками в мир любви не ходит. И в арсенале его много чего интересного для предположенного пола. Знак весов – это тоже стихия, собственно говоря, воздуха. Понятное дело, что воздуху тоже необходимо убедиться, что его партнер достаточно интеллектуальный, интересный собеседник, человек с юмором, креативный. Так что без беседы, без предварительного общения здесь тоже дело не пойдет. Сначала весы должны убедиться, что их партнер безупречен, и прежде всего через интеллектуальную беседу, а потом уже, как говорится, все остальное. Так что, если двух слов связать не можем, поговорить не о чем, о литературе не слышали, беседа заключается в том, чтобы только матюкнуться и, как говорится, нагородить, что попало, то задор весов явно пойдет на убыль, и свидание будет выглядеть достаточно убого. В некотором смысле, помимо поговорить, весам нужно создать эффект на первом свидании шарма и гармония. Поэтому в данном случае они подойдут в себя в наилучшем виде, пытаются соблазнить, подчеркнуть свою самость, особость, свою невероятную, так сказать, харизму, вдохновить партнера, заставить его думать, что он вытащил не только счастливый билет, но он определенно выиграл джекпот в том плане, что весы и не лыком шиты, это штучка особого порядка, и если весы снизошли до общения, то и до первого свидания, то надо отдать этому должное и как бы испытывать пикет от этого процесса по той простой причине, что, как говорится, внимание, уважение и бережное отношение к весам должно прилагаться автоматически, потому что, если вы поймали райскую птичку, райская птичка должна чувствовать себя уютно, комфортно, замечательно, не пережата, без грубостей, без отсутствия манер, вот, не надо брутально сморкаться, плевать через выбитый зуб, и вообще это все устраивает для весов, тем самым вы наружите их гармонию. Это вам кажется, что мужик должен быть грубоват, так сказать, пахнуть потом и играть мускулами, но на самом деле это не в духе весов. Все должно быть деликатно, рафинировано, вот, чувственно, ну и с восхищением, как бы, партнеру знака весов, потому что по-другому быть не может. Так что, солдатские шутки, прибаутки, брутальность, цыканье через, так сказать, губу, слюно и прочее, все эти вещи оставьте для более подходящих знаков. Весы же на первом свидании желают насладиться эстетикой и приятной обстановкой. И по-другому быть совершенно не может. Поэтому подумайте, пожалуйста, готовы ли вы им создать эффект полной расслабленности и невероятной, так сказать, культуры поведения, а также прочее, прочее, прочее. Если чувствуете, что смириться с этим вам совершенно невозможно, а ваши манеры явно попахуют казармой, к весам должны подходить близко. Потому что такое первое свидание, мягко говоря, испортит впечатление, а второго не то, что не будет. И первое будет сокращено по максимуму, для того, чтобы подальше держаться от вас, потому что ничего хорошего вы предложить весам не можете. Вы тщательно скрывали, что вы есть на самом деле, и весы не должны вас разочароваться, потому что на этом все свидание закончится. Если вы не являетесь человеком для приятного общения и хорошей компанией, вас точно не назовешь. Ну вот так мы сбегали к весам и его первому свиданию, которое должно выглядеть с точки зрения безупречно. Безупречно и все. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Скорпион. Ну что сказать про Скорпиона? Конечно, понятное дело, что это эмоциональный знак, безусловно, потому что стихия воды эмоции прикладывает автоматически. А если у тебя есть страсть, чувственность, понимание этого вопроса, то надо представить себе воду, которая олицетворяет собой Скорпион. Водой можно назвать все из-за стоявшейся болотца и маленькое озерцо, покрытое зелеными водорослями. Это тоже вода. Но Скорпион не относится к подобному исполнению воды. Он море. Море с его приливами и отливами, с его прибойной силой волны. Это цунами, которая периодически поднимается и разрушается вокруг себя. Это страсть, малоконтролируемая самым Скорпионом, если она его захватила. Что уж говорить о несчастном партнере, на которого, так сказать, низверглась. Это страсть, это отчаянное желание любить. Конечно, вас не будут сокрушать на первом свидании и катать как колбасу по берегу, так сказать, неуправляемой силой волны. Но дело в том, что в любом случае сидеть безучастно, не показывать ответные чувства, не совершать приятные, глубокой беседе, когда можно обсудить очень важные моменты чувственного толка, беседа, что все равно будет ходить вокруг да около любовных переживаний и прочее. Без этой глубокой беседы, без этой чувственности ответной, первое свидание будет смарано и достаточно серьезно. Вы можете хорошо покушать, когда вас угостит скорпион, вы да хорошо можете пригубить бокал вина, ежели у вас на то есть желание. Но это ведь сопутствующие товары, не кушать, что мы пришли и вина испевать. Понятное дело, скорпион ждет от вас ответных эмоций, ответного чувства. И если здесь ничего не прозвучало, так сказать, он брончал на гитаре, а вы даже не услышали, не сделали нужным ответную какую-то песню спеть, не ответили ему душой, не потянулись к нему со всей страсти своих переживаний, то у скорпиона явно сложится впечатление, что что-то тут не то. Это не свидание, а что попало. От вас надо держаться подальше, страсть угаснет, и вместо обещанного, так сказать, великолепия, которое обычно наделяют скорпионы, и страстный, и отважный, и любовник, хоть куда и прочее, все будет выглядеть скоромно, вяло и неестественно. Но не скорпион же в этом виноват. А виноваты вы со своим бесчувственностью, со своим жеванием, как будто вы жуете жвачку, и вообще не дав скорпиону ответных эмоциональных переживаний, рассчитывать, что он будет эмоционально переживать, уже не представляется возможным. Фальшивство скорпиона можно одним и единственным способом. Если он видит искреннюю отдачу от вас, которую вы не высосали из пальца, его провести вообще обмануть очень сложно, потому что фальшивое ранье он видит сразу. Если вы начинаете изображать страсть, а не испытываете на самом деле, его такой фальшивкой не проведешь на мякине. Поэтому в данном случае это только усугубит ситуацию. Если вы не готовы делиться своими эмоциями, сидите в совершенно инертном состоянии и скорпион чувствует, что никакой ответной страсти он не возбуждает, на этом свидание будет закончено полностью, а могло бы быть по-другому. Если вы со всем пылом своей души ответите на его призыв, вас ожидают очень много приятных впечатлений и приключений, которые и несет с собой любовь и чувственные переживания. Это один из самых чувственных знаков. И понимать толк в любовных грещах для скорпиона это естественный процесс. Он родился в доме секса и любовных приключений, поэтому на уровне подсознания получил все базовые навыки, которые делают из него прекрасного любовника или любовницу. Поэтому в данном случае, даже если он не хочет и никогда об этом не задумается, это естественно всплывает в его голове, потому что если ты на это родился, то тут ты сгодился. А если партнер сидит и как коровка жует только травку и куда-то смотрит в небо и скучает откровенно, такой же скуку он получит в обмен вместо любовных приключений, все становится на свои места. Но что там со стрельцом? Мы вновь сталкиваемся с огнем, значит понимаем, что это один из самых страстных знаков зодиака, их всего три таких самых неудержимых и неукротимых. Но если костер овна это первый язык пламени, который зарождает костер. Если костер льва это ровно горящие пламя, то страсть стрельца это уже прогоревший костер, но еще отлеют горящие угли, которые дают тепло, которые возбуждают, которые в любой момент могут вновь превратиться в ровно горящее пламя. Дай только пищу, дай только подачу, добавь только немножечко горючего в этот костер и он вновь возгорится. Поэтому будем считать так, дорогие мои друзья, что без страсти это дело не обойдется. В любви стрельцы бывают исключительными затейниками. Они романтики по своему духу и романтизм может выразиться на первом свидании в массу восхитительных историй. Конечно, стрелец должен понимать, что вы отвечаете на его позывы, что у вас встреча единомышленников и людей, которые пришли друг к другу, потому что испытывают хотя бы грандиозную симпатию, а уж потом это всенепременно должно перерасти в соответствующую любовную игру. Стрелец продумывает каждую деталь. Он может вполне усыпать постель лепестками цветов, он может в ванну вам накидать те же лепестки цветов и положить какую-нибудь восхитительную ароматную пену, чтобы вы почувствовали себя чудесно и замечательно. Ну, если представить себе, что первое свидание плавно переросло что-то более экзотическое и в вашем понимании естественном, даже на первом свидании. Жить сейчас очень стремительна. Раньше от первого свидания до первого любовного приключения надо было три года за ручку ходить, а потом сделать предложение, потом жениться, а потом уже получить все остальные плюшки. Значит, к сожалению, скорость перехода от первого от первой встречи до первой постели практически смятого в одну посуду. Ну, я не ханжа размышлять на этот счет, каждый живет как считает нужным, но то, что в исполнении стрельца это будет романтично, прекрасно, со всеми вытекающими последствиями, это уж будьте благонадежны. Стрелец подготовится к первому свиданию, если это мужчина будет и букет, и на столе, и всячески это будет обустроено, он будет страшно переживать эмоциональные качели, ему, конечно, прилагаются автоматически, но то, что он будет готовиться к этому первому свиданию, это все непременно. Что он ждет взамен? Он ждет позитивную энергию от вас, эмоциональный встречный порыв, ему нужно, он ждет от первого свидания приятных впечатлений, смеха, радости, удовольствия, ощущения эйфории, счастья, которые, собственно говоря, должны прилагаться к первому свиданию. Он хочет видеть, что вы встречного зажглись точно так же, как он, что вы трепещете от его присутствия, от мимолетного прикосновения, которое он, собственно говоря, может быть, даже случайно зацепил вашу руку, ну вот, но тем более, если он взял ее нарочито, поцеловывает пальчики, заглядывает вам романтично в глаза, он должен чувствовать, что это все делается не напрасно. Если он ощутит холодок, отстраненность, если партнер не примет его ухаживание, его страстные вздохи, ахи и прочее, конечно, тогда все закончится достаточно тревожно. Мало того, что стрелец еще бывает изрядно психоват, он серьезно расстроится и может даже, если уж дело совсем выходит из-под контроля, партнер явно не проявляет к нему ни пиетета, ни уважения, ни почитания, ни проще, может даже и нахамить. Вот это будет свидание века, могло быть безупречно, со всей страстью и отдачей и очень романтично, а может получиться по-разному, потому что если огонь чувствует сопротивление или равнодушие, он может обжечь. И вспыльчивость стрельца, к сожалению, здесь может сыграть не очень благовидную роль. Я не говорю, что сразу все будет испорчено, но это как крайность, когда человек старался и равнодушно все это было принято и ответного чувства не возникло, всем ясно и понятно, что первое свидание не получилось. Правильно? Второго однозначно не будет и только зазря потраченные усилия нашего стрельца лишний раз напомнят о том, что каждый может пережить фиаско, но для стрельца это очень болезненная ситуация. Огонь переживает свои поражения достаточно болезненно. И тогда костер, о котором мы говорили, горит внутри самого человека, превращая его внутри в пепел, который болит, страдает и не дает забыть о не сложившейся отношении. Поэтому хотелось бы, чтобы и первое, второе, десятое, сто пятое свидание были только со знаком плюс. И чем больше человек в лице нашего стрельца привыкает к своему партнеру, если он видит отдачу, тем более романтичными становятся, напоминая их свидание. Стрельцы прекрасные любовники и любовницы толку в любовных приключениях, понимают, знают и умеют насладить своего партнера, поэтому здесь, как говорится, поражения мы от них не ждем. Вопрос только в том, что стрельцу для всего это нужна ответная эмоциональная отдача. Если ее нету, пишите письма, свидание не сложилось. Для того, чтобы все сложилось, на первом свидании стрельцу с партнером нужна легкое сообщение, чтобы все было естественно, чтобы был радостный смех, веселье, какие-то истории приятные. стрелец находится в напряжении, но благодаря вот той обстановке посмеялись, повеселились, поговорили, что-то друг другу рассказали, он получает потихонечку отдохновение, успокаивается в плане переживаний, и тогда страсть начинает буквально из него сочиться, излучаться, сверкать вокруг него, и партнер почувствует, что стрелец готов подарить ему самые счастливые моменты в жизни. Ну что ж, мы побывали на свидании стрельца, все у нас как бы сложилось, вот, ну а что там с козерогом, человеком обстоятельным, консервативным, знающим толк любви и в сексуальных утехах, если до этого дело доходит, козерог себя не уронит. Это не предмет первой необходимости, но все-таки значительная часть его жизни для того, чтобы позаботиться о первом свидании, продумать все детали. Вообще, что могу сказать, дорогие мои друзья, козероги, если они заморочатся по поводу первого свидания, могут его исполнить и в духе романтики, им это удается, не прекрасно понимают, какой видит романтика, где находятся цветы, с чем лепестками будем усыпать, где там чего, шоколад, приятная надпись трогательная совершенно на этой шоколадке, все это он может, если захочет, но если он этого захочет, поскольку проявлять сдержанность, у него это как бы естественная черта, он бы хотел расслабиться, но Сатурн не дает, Сатурн планета аскетизма, уравновешенности и так сказать давайте поскромнее, поэтому соответственно и у Козерога хотел распоясаться до невозможности, до Сатурна не велел. Для Козерога подход к его свиданию выглядит как хорошо подготовленный процесс угощения в общем-то по возможности, но скажем так прежде всего ему интересуют интеллект и образование его партнера, а также чтобы все выглядело солидно, успешно, во возможности выразительно, поэтому первое свидание для них это изучение партнера в полном объеме этого слова, прежде всего страсть страстью это безусловно само собой прилагается в исполнении Козерога, но страсть это не спонтанная, не стремительная, неукротимая страсть, а страсть, которую он вполне может сдерживать, руководить ее. Но для того, чтобы она возникла, необходимо, чтобы он начал уважать своего партнера, чтобы почувствовал в нем себе равного, чтобы партнер соответствовал ему, украшал его и имел те же амбиции и подчеркнул амбиции самого Козерога. Поэтому он выбирает своего партнера прежде всего близкого по духу и человека, которым действительно не стыдно появиться ни в перне в мир. И первое свидание это прощупывание этого человека на прочность а также на содержимое. Поэтому, конечно, проверка эта будет проходить скорее всего через разговор он будет беседовать и смекать. Ага, ум есть, интеллект есть, юмор есть, харизма есть. Этот человек достоин того, чтобы находиться рядом, он украшает, он поднимает рейтинг. С таким человеком не стыдно в люди показываться. Все эти моменты козерог выкладывают в копилку своего партнера и когда понимаешь, что в принципе здесь складывается все красота, ум, сообразительность, умение себе подать, чувство юмора, искрометного и так далее, если все это присутствует, то страсть безусловно к этому человеку вырастает и она присутствует аналогично. Упустить такой лакомый кусочек козерог с его амбициями и прочего уже не в состоянии. Если это бриллиант для его оправы, то, соответственно, его из рук выпускать нельзя. Козерог тогда проявляет чудеса, пытаясь быть привлекательным, интересным для партнера, чтобы его удержать рядом с собой, поскольку он прошел его доскональную проверку и по всем параметрам оказался выше всяческих похвал. поэтому первое свидание козерога скорее больше похоже на кастинг, который он внутренне устраивает своему партнеру для того, чтобы понять, соответствует ли он его взгляду на жизнь, добавит ли он блеска козерожей амбициозной фактурной натуре или это так, лишь бы что-нибудь, которое не стоит выеденного яйца. Водолей вновь знак воздуха и понятное дело, что со всем своим пылом к оригинальности и готовности к экспериментам водолей прежде всего будет прощупывать партнера, но умение поговорить, подать себя, поддержать беседу, сделать это весело, задорно, чтобы человек за словом в карман не лез, чтобы был непринужденный, веселый, откровенный, склонный к экстравагантным выходкам и поступкам, такой немножко экстремальный по духу и прочее, все это невероятно нравится Водолею. И чтобы, как говорится, дух свободы витал их, невзирая на то, что эти двое встретились вроде для того, чтобы наладить то явление, которое называется принадлежать друг другу, ведь первое свидание может быть залогом как расставания стремительного, так и продолжения морализованского балета. Понятное дело, что Водолей рассматривает своего партнера с точки зрения вот наше первое свидание, какое оно, как себя человек ведет, что будет делать. Если он такой на первом свидании, вероятно, таким он будет на втором, третьем и так далее. И если по легкости общения, по интеллекту, по уму, по сообразительности, по веселости, по креативному взгляду на вещи, человек явно является единомышленником, водолей вдохновляется и привязывается к такому человеку, появляется чувство влюбленности, желание его видеть почаще и прочее. Человек, который его выбирает, водолей, и для которого первое свидание устраивает, должен быть оригинальным, своеобразным, а самое главное умным, и умеющим этот ум показать, развить и подтвердить хорошо подвешенным языком. Если все эти моменты проходят достаточно успешно, водолей считает, что первое свидание у него удалось выше всяческих похвал. Самым удачным для себя водолей считает веселые и оригинальные свидания. Что касается рыб, это самые мечтательные, самые эмоциональные, самые романтичные из всех знаков зодиака. Понятное дело, что первое их свидание связано с этим всем. Они, во-первых, когда готовятся к первому свиданию, они просто как рядом накрыто, все время думают, переживают, представляют себе, рисуют картины, как это будет происходить, видят любимую. Такое ощущение, что в мыслях они уже 10 раз сходили на свидание до того, как оно реально может свершиться. Дело в том, что у нашей рыбы очень сильно развит иллюзорный мир, создали для себя какую-то картину, даже той, которая еще не была, не существует, для рыб никакая не проблема. И этот мир настолько иллюзорный становится для них естественным, что, можно сказать, они в мыслях переживают все то, что потом с ними сложится наяву, причем в различных вариантах. Так что иметь хорошую фантазию это с одной стороны выход, но с другой ты слишком часто туда можешь ходить в этот мир. Для того, чтобы рыбы сочли со своим свиданием вполне успешно, первое, должны совпасть многие вещи, например, внимание, ответные чувства у партнера, эмоции, романтические жесты, чтобы был партнер тоже мечтательный, он романтичен, расслаблен, преддавался нюансам любовных переживаний. Не сам процесс важен, а важны вздохи на скамейке, важны переживания, близ в глазах, желание приблизиться, подержать друг друга за руку. Все вот эти нюансы романтических историй для рыб невероятно важны. И они не любят брутальных людей, которые просто их ломают. Да, там страсть хлещет через край, но ее слишком много, она слишком груба, слишком раздражающая. А вот когда все романтично, нежно, с пожиманием ручки, заглядыванием в глаза, приятным разговором, легкой музыкой, которая в этот момент, собственно говоря, слышна, приятным добрым разговором, который в этот момент звучит. Вот все составляющие первого свидания рыб. И чем романтичнее и чувственнее будет происходить весь этот процесс, тем больше это свидание запомнится рыбам и сделает первое свидание, вторым, третьим, пятым и десятым, когда рыбы не смогут отказаться от своего партнера никогда. Резкие телодвижения, набрасывания друг на друга, порывания вещей друг на друга для того, чтобы показать страсть, это не в духе рыб. Они имеют высокий градус переживания любовных приключений, только это выглядит у них тонко, изящно, поэтично, и чем больше нюансов в этих вопросах, тем лучше себя чувствует рыба на самом первом свидании. Ну вот так мы заглянули, у нас был поход, 12 знаков прошли чередой, как в калейдоскопе, про каждого мы узнали достаточно много. Мы все разные, мы все непохожие, и один и тот же процесс видим первого свидания, у каждого из нас проходит так, как мы его понимаем, чувствуем и знаем. Причем мы в это дело заглянули, я думаю, для нас, тех, кто еще только собирается на первое свидание, мы некоторую помощь все-таки организовали. Теперь вы знаете, чего вас ждет партнер, осталось только понять, вам это нужно или нет. С вами была Елена.